друзья всем огромный привет и если вы включили мой канал значит вы ожидаете ароматное видео поэтому сделайте себе вкусный чай кофе или что там еще можно что в тренде пить сейчас опироль я за алкоголь отвечаю в этой команде он отвечает за алкоголь поэтому давайте или опироль или что нибудь вкусное какой-нибудь игристое устраивайтесь поудобно и что у меня с акцентом поудобные подумали о том что было бы классно если бы серёжа подобрал мне какой-то аромат я вслепую его затестировал и сказала угадал попал ли он в мое настроение вот как-то так принципе за кадром я уже выбрал эти ароматы вот не буду говорить какое количество и принципе сейчас вот через какое-то время мы уже тестируем слушай но эти ароматы ты выбирал по какому принципу то есть что тебе понравилось или зная меня мои предпочтения я наверное выбирал по такому критерию как крутой бренд подороже вот и может этот редкий мужчина который и что еще она какие-то вот хотелось чтобы каждый аромат был на контрасте и не был похожим друг на друга хотя после 5 аромата там что-то со мной случилось короче потом я такой думаю сбой системы сбой системы был нос и мозг переполнен ароматами но в общем сейчас посмотрим что вышло я сажусь в волшебное черное кресло там удобно все закрытыми глазами воспринимать слушать ароматы и давайте посмотрим что из этого получилось первый аромат наносим может смело открывать глаза нет я а можно кстати да чуть-чуть мне нравится какой-то он больше для меня больше на вечер несмотря на то что он достаточно такой свеженький достаточно легкий единственное что для меня вот там слишком много розы какой-то есть один ингредиент который вот я не очень люблю знаешь и почему-то для меня он чувствует чувствуется что как будто мне сразу так плюс 10 лет я что-то как бы хочу больше интересно сразу же давать флакон потрогать я вот действительно он для меня показался свежим возможно мне где-то вот захотелось прямо окунуться короче мне этот аромат прям супер зашел я начал почему-то с него самого хотя хотел оставить оставить его напоследок да но это для меня прямо по настроению сегодня сыграл важную роль короче я поняла что тебе нравится кокос и кстати не всем девчонкам нравится пахнуть кокосом я вот меня наверное это и смутило в принципе у многих брендов особенно какие-то вот такие летние спреи вот victoria secret тоже выпускать там очень много кокоса и это увы как бы меня ну вот эта сладость меня прям удушливая и я наверное не очень люблю но за кокосом там скрывается вот вот этот свет передает какой-то такой акватический аромат вот то что за кокосом не нравится то есть условно если можно было эти кокосы убрать куда-то в корзину сложить и оставить акватичность этого аромата потому что принципе герлен выпустил целую серию аква аллегория то он бы был бы идеален если бы не кокосы для любителей баунти рекомендую открывай глаза флакон покажу чуть позже я не видела я кстати глаза не закрывал а то многие включатся думаешь что на все видео спит да спит спит да спит понимаешь мне нравится аромат такой на грани женский мужской свеженький я смотрю ты выбирал выбирал мне такой свежатину свежесть мне нравится вот этот аромат мне нравится я бы его использовала исключительно бы наверное летом когда жарко и ближе к вечеру вот не в зал не в зал ну-ка это ухты я так понимаю это какой-то топ-продаж дата левия беля знаменитая кстати почему-то его сейчас не угадала то ли потому что сегодня много чего уже услышала из ароматов это левия бель от ланком ну что мне в принципе да вот оказывается мне нравится очень очень даже вот так лучше приходить в магазин тогда закрытыми глазами большая вероятность что возьмете то что надо потом еще что там еще я прям хочу понять что то сегодня мне приготовил можно открывать глаза до глаза класс прям тоже свежий из очень похож на левия бель предыдущий аромат но это более такой знаешь более интеллигентный более до более насыщенный прям я не знаю я хотела что-то сегодня какие-то камни в огород кому-то бросить какую-то критику что ли типа штата там я выбрал я буду какая-то сладкая у меня были такие варианты но нет я их путал с какими-то этими против комаров знаешь дезодорантами а закуску два аромата глаза закрыты плоттер готов передаю слушать не о свежести запах женщины которая всех ненавидит запах женщины которая говорит у дити и в радиусе 5 метров вообще ко мне не подходите аромат женщины которые мужчины не дарят на праздники женские ароматы она пользуется ароматом своего дедушки просто в целом если говорить про ну если ты хочешь чтобы если ты как всегда хочешь сэкономить и купить себе ароматы типа чтобы твоя девушка им пользовалась то нет вот реально нет может быть как-нибудь вдалеке зимой или осенью можно где-то брызнуть и подчеркнуть вот эту кожу амбру это да но это аромат несчастной несчастной женщины барабанной дроби у нас нет мы я уверена что это типа что это же не хочу смотреть я уверена что это типа чего-то там я не знаю что-то нишевая это похоже на на франка баклея это похоже на тома форда это похоже на что-то такое вот тяжелая нишевая и удовая вот и это было правильно ответом там чуть-чуть да вот выше фурже фужер дар жаунд типа опасный такой фужерчик tom ford tom ford ничего ними против но это точно исключительно мужской аромат мне кажется тут даже под по самому флакону да понятно как он попал к тебе в корзину ты забыл какая у нас задача стоит наверно да на самом деле этот аромат для меня слушайте я люблю тома форда но некоторые ароматы очень взрослые этот аромат пожалуй мужчине 55 плюс в красивом лексусе вот это да финальный аромат надеюсь что я как всегда не угадал до того как я его услышу скажи чем-то руководствовался когда выбирал для меня этот аромат это новый аромат там просто было большими буквами написано я уже и послышу сейчас флакончик так сказать по богатому я решил на ценнике не смотрел я выбрал его наноси до прошу аромат как будто из прошлого знаете когда открываешь шкаф бабушки но это не в критику это просто вот есть такие есть такая порода ароматов и они привлекают многих но этот аромат не молодит он скорее придает опыта какой-то философии в жизни даже на заставке было шесть видов и все такие томные аромат да он тонный они они немножко видоизмененные но они действительно такие прям фундаментальные и вот оставят собственно акцент надолго мне кажется это аромат когда мужчина хочет выглядеть моложе чем его женщина то есть ты хотел чтобы у меня было уже хорошенько за 50 а ты оставался таким юнцом так часто бывает и в принципе показываем что это это новинка герлен знаток в ароматах которые дают о себе знать этот аромат не раньше не тестировала даже на эту серию ароматов не обращала внимание но в целом кому-то он точно зайдет но не молодым девчонкам однозначно это такие ароматы для парфюмерных маньяков которые хранят знаешь как кто-то любит большой бар там виски какие-то редкие напитки которые такие балованы уже балованы и собирают какие-то вот типа заходите ко мне вот у меня есть такой аромат у меня есть такой аромат и это вот то что останется на многие годы как реликвия некая как памятка про время но это это тоже аромат мне кажется не 2020 года как будто бы вот не знаю послевоенное время правда вот такое такая ассоциация такой аромат останется на долгое время даже после стирки своего тела он берем впитается и будет давать себе знать ну он рис резкий резкий честно вот правда ни секунды не почувствую я с ним женственно себя вот так что хочешь от меня избавиться подари мне такой аромат на всякий случай друзья вот такое у нас с вами получилось видео напишите в комментариях согласны ли вы с выбором сережи согласны ли вы о том как я писал ароматы вообще все что вы думаете про этот эксперимент одно могу сказать что мир мужчины это это потемки нет могу сказать что очень приятно работать с мужчиной и тогда ты больше воспринимаешь чем руководствуются мужчины когда выбирают нам ароматы на что они делают ставку подороже подешевле и в общем вот что у нас вышло как и для сегодняшнего я думаю что некоторые ароматы которые и выбирал там есть женщина-консультант она немножко подсказывала там есть кадре если то мы будем вставлять ну ладно в общем и точно могу сказать мужчину что они могут пользоваться своей интуицией выбирать чуть ли не себе и попадать вкусовыми какими-то критериями качествами женщины то есть ты за то что все-таки когда покупаешь аромат руководствоваться нравится не нравится вот я те ароматы которые мы попробовали я выбирал их наверное где-то там интуитивно если бы я была сереженькой леди я там подсознательно выбирал себе это не расчет что я в такой футболке сегодня нет все нормально ты просто воспринял задачи очень близко ты даже такой цвет но я не скажу ну что это совсем женский да ладно поэтому принципе у меня было такое настроение под которые я подбирал те ароматы и возможно вот попал вкусовые качества лены ставьте лайки до встречи пока